Рассказы специальные про Алису В общем, представлены было в газете, в кино, в литературе В виде романов, повестей и рассказов В общем, моё почтение Игорь Всеволодович Можейко Также известный как Кир Пулачов Он был очень-очень непростой дяденька Потому что он был высококлассный специалист по истории Юго-Восточной Азии Конкретно его специализация была Бирма Она же теперь Лемма Он там проработал много лет И в том направлении проработал много лет Написав по этому поводу массу Ну, теперь, правда, уже не рассматриваемых Как передовые научные Но документ серьезных научных работ И научных, и популярного свойства Кроме того, он, опять же, будучи историком Вообще, в принципе, посвятил очень много времени Научно-популярной литературе Вот моя любимая его книжка 1185 год Просто 1185 Мы с ним были знакомы Потому что наш хороший знакомый Александр Владимирович Киповский Был с ним в весьма дружеских отношениях Нет, я не успел А я бы, наверное, и не смог бы Потому что Кир Пулачов, в конце концов, показал свою гнилую нутро Став законченным антисоветчиком Зачем вы спойлерите Зачем вы спойлерите Зачем вы спойлерите Должно быть в конце произведение Вырвалось Что у нас такое должно быть Прекрасное далеко Не будь ко мне жесток И в конце, как мы любим Ну один Жизнь после фильма И там такой Шоку выглядывает Алексей Октябрьевич Полопатов И говорит Мухи здесь У вас А мне с Кирмолучем Удалось Пересечься Лично Где-то в конце 90-х Ну я тогда был Молодой Подающий надежды Журналист Это сейчас бы Я бы Вышел оттуда Записью Интервью Семи игр Еще пары рекламных Инсеграций А на тот момент На все На все У меня Хватило сил Это сказать Можете ли вы Подписать Книжку Ничего себе Дети динозавров У меня такая книжка была И где-то до сих пор Еще она есть Игорь Всеволодович Проявил благосклонность Я оставил розчерк На добрую память Константину Он сейчас Константин Вспомнится Должок Игорь Всеволодович За эту правду Так же невозможно Не сказать Что своим Художественным образом Алиса Очень обязана Евгению Микунову Иллюстратору Самых востребованных Иллюстраторов Правда Великий иллюстратор В том числе Детских произведений Очень рисовал Алису Повлияло Даже на Наташу Кусеву Которая потом Алису сыграет Хотя понятно Что подбирали Черно-белый Почеркушечка Подбирали Выйф Иллюстратор Главный Иллюстратор Сделал телевизор, по которому был ровно один канал, ну и, соответственно, смотреть было вообще нечего. И поэтому пройти мимо гостей из будущего я не мог, а там же некоторым образом было написано в программке телевизионной, такие были когда-то, вдруг, кто не помнит, есть такое средство сообщения, аналоговая бумажная газета. Вот там печатали, что в какое время будет по телевизору, и только редкие взрослые вдоль стенка крудутся. И ты с кристальной ясностью понимаешь, что уже началось. И ты уже пропускаешь это развлечение. Ты начинаешь бежать домой, чтобы успеть хотя бы вот там в середине, что ты все прозеваешь прямо сейчас. Клим, клин, такой крутой шоу, тут смотри, тонко, хреновая мата. Ну что, заскуфились без меня? Это что, та самая льдушка с госуслуг? Круче! Это же электрический велосипед Hyper&Joy Nova T3! Полюбуйся, красота какая! Надежная рама! Движок на 350 ватт! Запас хода солидный 35 километров, а весу всего 40 кило! Вообще-то 39! Да ладно, заряжается долго! Если с нуля, то процесс займет до 8 часов! Так что, если решил доехать на Hyper&Joy Nova T3 до работы, но не рассчитал заряд аккумулятора, как раз к вечеру наберется полный бак, вернее батарея! Также имеется специальный режим... Точно! Они играли весельчаком, и на самом деле, это очень харизматичный дуэт получился, что... Как персонажа-то, а не пара! Чумовые! Да, дуэт получился очень хороший, но и сам Танкир Булучев в произведениях долгом не мог определиться, какие именно у него злодеи. То это просто чудовищные твари-убийцы, то это такие вредины, с которыми Алиса время от времени списывается там, особенно в поздних произведениях. Я считаю, что лучше всего не получились конкретные третий планеты, там замечательный герой. Конечно, да. Это, кстати, тоже был просто разрыв башки в свое время, потому что вот эти вот звуки обязательно, когда летит, летает Штаделка. И когда стреляет бластер, это просто вот был маркер фантастичности и уровня фантастичности вообще любого фантастического фильма, если нет. И пью-пью-пью, не считает. И вот так-то космические пираты, совершенно лютые твари, с которыми не надо связываться. А в фильме они больше-таки получились про итоги из фильмов Гайдая, только космические из будущего. Думаю, что все-таки на этом, конечно, не мог не оказать возрастный рейтинг фильм, потому что это подразумевалось для совсем детей. Для детского и юношевского возраста никогда не пытают Колю Неразимову. Говори, мальчик, иначе мы тебя строго поругаем. И дело тут так. По-моему, в тайне третьей планеты они там пытали капитана и чуть не запытали его до смерти. Именно так. Только из-за того, что Коворот куда-то ускал, долетять его удалось спасти для тех зрителей, которые вдруг еще не родились в 85-м, даже в 90-м. Там мальчик. Очень, очень кратко, что в фильме, только там локации поменено немножко, мальчик Коля Терасимов находит незаконным образом машину времени. А так как он ей пользоваться не умеет, он нажимает на случайную кнопку промежуточной станции и оказывается в будущем, в конце 21-го века. Когда уже Советский Союз покорил всю планету, галактики и вообще все остальное движется еще сильнее к светлому будущему. Выясняется, что за ней следят пираты, крысы, весельчак, у которых такой прибор крайне полезен в их непростой работе. Вот там они у нее подрезали приборчик-то, а Коля Терасимов, который следил за Алисой, потому что она ему глянулась, подрезал приборчик у них. Ну и вот тогда вся дружная компания через робота Вертера, который лютую смерть от бластеров принял. Мне в детстве было жалко, я смотрел прямо со слезами, вот все успокаивали, его починят. А уже был робот! Я успокоился и стал смотреть дальше. Вот, значит, и что? Ну и оказывается все в Москве, 1984 года. Есть страшная правда про робота Вертера. Так. Суть в том, что этот узнаваемый образ в серебристом комбинезоне с стрижкой каре был использован в итальянском фильме «Война роботов», а также в порто-сикле «Beast in Space». И неизвестно, какой именно из этих фильмов смотрели создатели, чтобы он всех посадил. Вот, можете сравнить. Это у нас робот Вертер, это у нас итальянский первоисточник, а это к нему бутлег порнографический, который играл совсем недавно перед этим. Приключение Шулька разнообразное. Вообще, сколько лет смотрел, не узнал ни разу. Там логинка и такая энергичная. Ну, в общем, дальше пересказывать, наверное, не имеет смысла, ровно потому, что дальше всё понятно. Пираты охотят Мейлофон, Коля Герасимов охотит Алису, Алиса – пиратов. И, в конце концов, они сталкиваются в беспощадном, жестоком столкновении, если в книжке. Дети просто подпугали Васильчакова так, что он выпал из окна и ударился, потеряв сознание, а потом прыгнули все на крысы и отобрали у него пистолет. То в фильме бандиты отнажают стволы и открывают огонь на поражение из бластеров, перерубая капитальный несущий колонок, почему-то дом не падает при этом. А тут без машины времени вылезает тетенька силовым болем, которая их всех усыпляет и в зомбированном виде уводит в заключение. Посидишь, говорит, лет сто на Титанию вместе с Трика Дрэдом. Вот, собственно, история очень простая и на самом деле оказалась страшно захватывающая, несмотря на некоторые входящие и выходящие обстоятельства, явленные на блинной грани.